здравствуйте эта программа открытый диалог с вами николай пивненко и сегодня у нас гостях участковый очень такая всем известная профессия кажется она сегодня редко тем не менее профессии это существует и существуют люди которые охраняют порядок именно на своем конкретном участке и разобраться нам в этом поможет участковый уполномоченный 2 отдела полиции муниципального управления мвд россии люберецкая старший лейтенант евгений федоров здравствуйте евгений добрый день ну приятно видеть молодой такой представительные участковый сразу возникает вопрос может ли участковый стать министром внутренних дел разумеется карьерный рост никто не отменял то есть вы же уже офицер офицер полиции да то есть вы в принципе можете стать самым большим офицером конечно но тем не менее для того чтобы стать большим офицером вот профессия участкового и кино у нас снимали и книги писали причем и про советских участковых такая была популярная тема это некий такой работник тогда милиции сегодня работник полиции который ну максимально приближен к людям то есть который по идее знает свой регион обитания где что происходит где у нас существует не очень законно послушные люди почему вы стали участковым сложно сразу так ответить в любом случае придя в полицию с чего-то нужно начинать и соответственно если ты хочешь пойти дальше надо начинать чего-то вот с какой-то земли именно чтобы понять именно с основную работу именно вот участковая служба дает эту возможность контакта при контакте конечно развиваются коммуникабельные навыки развивается в общем во всех смыслах ты постигаешь именно профессию и структуру в целом ты понимаешь ее снизу самого изнутри почему в полицию ты пришли тогда в так вопрос продолжил ну это как бы можно сказать было заложено генетическом уровне потому что у меня в свое время отец служил тогда еще в милиции вот соответственно ну как то вот она с детства пошло и постепенно я сам к этому пришел династия да я не сказал бы что я прям планировал пойти в полицию но она как-то вот само просто и фильмов много существует про любую полицию мира до существуют какие-то боевики масса сериалов существуют сам них принимал участие вот но мне почему-то в основном бандиты попадались я играл видимо меня больше похоже на бандиты да кому что но задача всегда стояла показать что есть два типа сотрудников полиции настоящие сотрудники полиции они могут быть разными в разных ипостасях женская мужская такие накаченные или наоборот тогда но они действительно настоящие профессионалы своего дела которые помогают людям ну и есть такие работники полиции от которых пахнет борщом которые больше похожи на охранников и как-то к ним люди относятся конечно с не очень таким ну пиететом вы же в роли участкового это тот человек который приходит ко мне домой нажимает на звонок и вот я его вижу вы говорите коммуникабельность главное мне кажется тема которую нам надо сегодня обсудить это взаимодействие с населением разумеется вот вы помните свой первый звонок в дверь когда к вам бы вышел чек как-то как положено вы представились наверно как-то происходит честно вряд ли я вспомню этот момент потому что это столько раз происходило что но не вспомнить это невозможно просто и волнение было какое-то ранее да нет а что волноваться то я же не арестовывать человека пришел в любом случае когда мы приходим мы по большей части для того по приходим для того чтобы помочь как-то людям они что-то сделать там плохое поэтому психолог психология такая довольно большой части населения что если ты смотришь в окошко и стоит человек в погонах то открывать не открывать человек почему-то вдруг считает себя виноватым в наше время как-то я не знаю что было раньше но да это прям заметно наверное эта проблема двух сторон да наверное люди как-то неправильно воспринимают и возможно и подача скажем так одними фильмами сыт не можешь да то есть вот тут должно быть совместная помощь потому что все равно как известно когда что-то происходит человек обращается куда ферраль час нам конечно полиция конечно вот тут возникает вопрос если у человека ну не приведи господи прямо ограбление или там дело убийства идет понятно что он пытается там 112 набрать до первую очередь да вот а если например человек что-то вот ему показалось как что-то незаконное где-то происходит да он же может прийти к вам к участковым конечно куда то конечно в первую очередь он приходит дежурную часть так на территориального отдела который непосредственно близости находится с ним так если он но знает соответственно в интернете можно посмотреть где находится но как правило люди кто живет они знают где у них находится рядом полиция так и дежурная часть свою очередь уже направляет кому именно в зависимости от того что у него произошло нужен ли ему участковый может быть ему нужен сотрудник уголовного розыска может быть если это связано с несовершеннолетним да это инспектор пдн то есть дежурная часть она регулирует в основном весь процесс на взаимодействие но это когда человек приходит сам и кстати приходят люди вообще существа ежедневно ежедневно приходят а с какими вопросами приходят со всеми вплоть до того что просто вот людям не искать бы что у них что-то произошло такое надо значимое не хватает даже общения бывает и так даже так даже такой да приду ведь в полицию поговорим и вам приходится говорить ну как приходится мы стараемся помочь всем и даже словом между прочим очень хорошо получается интересный пример буквально на днях я смотрел старый добрый сайт вообще советский сериал следствие ведут знатоки музыка из него до сих пор такой своеобразный гимн милиции и полиции и там был показан этот фрагмент когда сидит значит полковник целый начальник отделения видимо как тогда было значит не знаю каким как дать отдел назывался но и сидит такая носит женщины что-то ему растолковывает там про что-то подъезд как вот вроде бы мелочь какая-то и она такая скромно сидит говорит я наверное ну чего я вас отвлекал говорит нет 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 я вас внимательно послушаю и так далее вот потому что она пришла записалась на личный прием и неважно с какой она пришла вопросом милиционер в тот случай сегодня полицейский должен выслушать и тут возникает что участковый одно есть там сотрудник до следователь у него на свой подход участковый это еще надо выслушать человека психологически его разрулить эту ситуацию понять первую очередь да насколько психологически это сложно для участкового это наверное даже вопрос какой-то тренировки это становится легче со временем то есть поначалу это очень сложно и потом уже вот по работа по работа в какое-то время да ты понимаешь что тебе станет проще общаться с людьми и проще понимать что именно им нужно тебя нужно ли действительно там какая-то помощь либо нужно просто правильно посоветовать или правильно на предмет направлении направить на вот может быть им другая служба нужна не обязательно полиция потому что в первую очередь люди не всегда зная куда им надо обратиться идут в полицию то есть может быть им совершенно то есть такой шообразный мониторинг происходит да и потом идет модель на дну на модерирование вам сюда да сюда и тогда зачастую там возникают у людей не какие-то там а вот именно гражданско-правовые отношения собственно которые рассматриваются в суде да и людям иногда приходится объяснять это чтобы не делать лишнюю прослойку да может быть им следует направить там правильно сразу чтобы и вот видите мы приходим с вами к такому интересному моменту что вроде бы участковый такая должность ну не генеральская как ни крути это стереотип да но тем не менее вы должны знать больше чем все остальные коллеги потому что вы должны а вот вам сюда а вам сюда вам наверное сюда то есть это распределительный центр так дело еще в том что мы не только занимаемся распределением мы принципе и как универсальные солдаты мы всем занимаемся нас и уголовная практика и административная практика мы также можем в принципе выявить преступление тяжкая и также его передать можем следствие либо розыску передать то есть мы это также можем абсолютно делать и помимо этого у нас масса параллельных задач это там и дай административный надзор там за осужденными ранее осудимыми так далее проверка гражда владельцев гражданских гражданского оружия то есть плюс на нас еще вся территория на нас население ну и в знание населения и пониманию где у вас опять же вот какая-то там негативная история существует уже не можете там выселить людей нет конечно вот например какие-нибудь люди упадут злоупотребляющие алкоголем который постоянно до вызов вроде как вызвали вроде как вопрос решили а через какое-то время опять вот очень сложно в этом плане ну да тут же есть определенные законодательные акты тогда насколько сегодня люди идут вообще на контакт на помимо те кто приходит и так далее существуют всякие объединения да там старт главы домов или как-то называется ну старше старше я вас есть с ними контакт к и есть это да плюс у нас есть контакт там с управляющими компаниями то есть от них тоже очень много помощи и каких-то взаимодействия очень помогает и в работе у нас можно сказать так взаим взаимовыгодное какие вот сегодня проблемы вы сталкиваетесь ну вот как участковый что у нас но мы не берем там тяжкие преступления которые к сожалению наверно происходят а вот такие традиционные какие-то вещи ну например резиновые квартиры резиновые квартиры много всего есть но тут больше проблема это во-первых кражи магазинные кражи там всяким постоянно происходит к сожалению да приходится с этим бороться вот работа участкового вашем отделении например модели моделируем ситуацию чтобы не произошло до кража в магазине вы участковый по этому значит региону да вы приезжаете приезжает значит наверное уже следовательская группа какая-то ну как на в кино показы ну да и вы им как бы передаете дела вот вот тут свершилось вот я тут типа главный участковый а теперь вы пожалуйста даже надо еще понять это будет какое преступление тяжко или нет то есть зависимости от ущерба в зависимости там один человек совершил двое совершил то есть это может заниматься уголовный розыск опять же дознание следствия там ваша задача просто вот вы как бы передаете это дело что на вашем участке произошло ну мы по для старше если это допустим там первая часть уголовной статьи не тяжкое так преступление если человек там пойман выявлен еще остальное либо мы опять же выявляем уже там либо по камерам либо как-то еще то есть мы собираем этот материал уже с последующей передачи в орган дознания для возбуждения уголовного дела то есть первично материал собирается нами то есть мы понимаем какая ситуация то есть если тут состав уголовного деяния либо его нету ну наравне принципе с дознавателями то есть мы также понимаем этот момент но на каком-то этапе если уж совсем серьезное преступление но уже уходит на у нас конечно следствие следственный комитет и так далее то есть уже выше по последственности разумеется а вам за это попадает что вот на вашем участке произошло что-то вроде бы вы как и не виноваты но на вашем равно это же на наску ложится как профилактика не то что прям попадает но тем не менее мы должны вести максимально такой профилактическую деятельность чтобы чтобы резервы а тут получается вроде как не углядели ну да но все равно стараемся работать опять же вот с персонала магазина чтобы они повнимательнее были с директорами тоже опять же со всеми работа то есть вам приходится со всеми со всеми до знакомиться со всеми держать контакт и такой человек которого все должны знать по идее получается так но это в наших же интересах чтобы нам легче ровно конечно конечно чтобы миновать какие-то вот эти процедуры которые могут замедлить расследование того или иного не всегда получается там самому успеть познакомиться надо это уже происходит процессе разносит а сейчас делаем небольшую паузу очень интересный разговор потому что редко когда вот так с живым участковым хорошее слово мы встречаемся напомню что на студии участковый полномоченный второго отдела полиции межмуниципального управления министерства внутренних дел россии люберецкая старший лейтенант евгений федоров продолжим через некоторое время напомню что эта программа открытый диалог у нас гостях участковый уполномоченный второго отдела полиции межмуниципальным управлением в д россии люберецкая старший лейтенант евгений федоров мы продолжаем говорить о вашей профессии сегодня конечно же преступность но не только сегодня всегда она изворотливая и как ни крути все-таки чаще профилактика дело хорошее безусловно мы финале об этом еще поговорим но все равно полиции приходится чаще идти до вторым так сказать составом раскрывать уже что-то произошедшее и преступность она изворотлива мошенники мы знаем целую историю когда люди каким-то странным способом квартиры отписывают каким-то друг пришедшим к ним людям покупают какие-то ненужные товары отдают какие-то деньги и так далее вот вы же наверняка в курсе по всему большому региону вплоть до москвы что вот начали орудовать какие-то ну банды назовем их так фанда да но красивое слово такое ну это идет какая-то видимо команда что появился какой-то такой вот это так работает вы усиливаете какой-то контроль или как это опять же про профилактика как вы сказали в первую очередь население это должна быть вот человек пришел к тебе да или ты пришел к человеку обязательно надо это сказать обязательно надо напомнить о том чтобы были внимательнее чтобы там не передавали свои личные данные никому там передавали свои там документы еще что-то не пускали непонятных людей домой и понятных людей домой и опять же как у нас сейчас участились дистанционные мошенники да это которые звонят по телефону пишет смс и так далее и они каждый день совершенствуется каждый день придумывать что-то новое то есть люди только привыкли к одному что как раньше приходили смс китом мама я попал в аварию далее да то сейчас они там звонят и от банков и от операторов мобильных там давайте поменяем тариф там или звонят так очень мило говорят да 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 и все очень грамотно очень правильно и не исключение того что вот даже мне звонили на мой личный номер соответственно и я слышу что они действительно так убедительно говорят что я все отдать то есть утром позвонили я спросу не сразу даже сам понял что хотят прям так четко потом уже сразу до меня дошло до когда что тут совсем не то задам один такой вопрос он сложный сразу же предупреждаю но у население он присутствует что существует у нас но такие небольшие организации но там наркопритоны например алкогольные притоны или там не знаю проститутки но весь вот этот вот неприятный мир и что якобы ну там 90 2000 года что полиция и до тогда милиция об этом знали и они делили всю эту так сказать прибыль ну крышевали как это на сколько сегодня существует контроль за работой полицейского в том числе участкового который находится на конкретном регионе чтобы не происходило вот этого слияния с преступностью и существуют ли все-таки еще такие факты или это уже слава богу по поводу данных фактов мне сложно сказать потому что я лично еще не встречался с такими фактами то есть либо у нас в отделе нас управление даже не слышал как бы проник то есть чтобы это что что-то такое было контроль конечно существует но контроль этот незримый то есть соответственно за нами следят назначен то есть у нас в любом случае контроля внутренняя служба конечно конечно но мы сами даже об этом не будем знать поэтому сложно сложно так вот однозначно сказать лично я просто не сталкивался и не встречал хорошо тогда поговорим о том что все-таки такие ну наркомания к сожалению у нас разряда очень широко сейчас тоже тут очень изворотливы и такие придумывают схемы что поражаешься вы имеете ввиду через интернет да как угодно да и закладки все даже смысле слова уже знаем насколько сегодня вы владеете этой ситуации и папа опять же иногда очень трудно предъявить если за руку не схватил что называется что человек нарушает закон насколько мониторится вот это но все все всякого рода бря рода притоны в пи во первых в первую очередь как бы этим занимается специальная служба которая именно по наркотикам то есть оперативные сотрудники которые занимаются но к вам же может поступить сигнала не какой-нибудь бабушке может меня что там может странное происходит часто поступают сигналы такие то есть там во дворе кто-то там копается там еще что-то но по факту это происходит даже если это происходит настолько быстро что когда приезжают сотрудники человек просто уже уходит да и неизвестно что он там либо он закладку искал либо он ключи потерял вот но периодически люди такие они задерживаются опять же патрульными сотрудниками ппс либо нами то есть но по факту хорошо если задержали патрульные службы вы например пока еще не в курсе потом узнает что это вот произошло в вашем значит районе где вы являетесь участковым на вашем участке потом они как-то вам передали ничего да конечно этим занимается изначально следственно оперативная группа то есть полностью оформляется все отправляется на исследование чтобы понять действительно наркотики или еще что там вот и соответственно потом есть это факт выявлен однозначно материал передается нам и в органы дознания то есть мы в любом случае в курсе в любом случае с этим работаем но если там будет тоже вторая часть тяжкое преступление то есть большой вес допустим либо какой-то там еще что-то это уже передается уголовного розыска оперативного сотрудника они уже будут этим заниматься и соответственно следствие будет я также понимаю что за личностями которые так или иначе не лады с законом и живут на вашем участке у вас есть контроль как разумеется то есть там они же где-то должны приходить отмечаться отмечаться да либо вы их как-то навещаем проверяем их по адресу по месту жительства вот скажите а есть такие люди которые ну прошли этот путь которые все-таки стали нормальными людьми есть у меня такие есть которые стали нормальными ну просто опять же человеческий фактор и до всех доходит по-разному кто-то готов поменять свою жизнь к лучшему и стремится там находит себе работу там налаживает семейные отношения кому-то вот не достучаться все равно но в любом случае мы пытаемся работать максимально по этому поводу чтобы хотя бы этот человек не был опасен для общества в первую очередь и для самого себя а вам встречались люди которые но не то что по ошибке отсидели а может быть по какой-то там дурости малолетней как у нас говорят которые просто вот ошиблись там сделали неверное я не также вот долго работаю в полиции чтобы варить это так ну да я думаю что вы будете долго работать что очень интересно с вами общаться и возникает еще один вопрос а к кстати вот участковым сегодня нас мой может смотреть какой-то молодой парень или молодая девушка вся те девушке могут быть участковым могут могут тогда как вот стать участковым что для этого нужд это на самом деле очень просто достаточно наличие хотя бы высшего образования не обязательно именно юридического либо какого-то другого да просто наличие высшего образования вы приходите также в кадры подел кадров управления любого там по своей территории где вы живете, для удобства, разумеется. И все, и разговариваете, подаете анкету, соответственно, вас проверяют, вы проходите медицинскую комиссию, какие-то есть ограничения по здоровью, соответственно, надо быть здоровым, годным к военной службе, если вы либо отслужившим, либо имеющим военный билет, соответственно. И все, вы проходите эту комиссию, можете стать, потому что в любом случае предусмотрено обучение в центре обучения. Ну, в центре обучения, да. То есть специальной профессии. И если что-то вы не знаете, это стажировка, практика, и, конечно, сможет. Главное – желание. Тут еще такой вопрос возникает. Есть ощущение, что все-таки участковые, ну, работники полиции не очень стремятся быть? Или это ошибочное мнение? Это все от человека зависит, что ему именно нужно. То есть у каждого свои какие-то приоритеты. Кто-то идет за зарплатой, кто-то идет из чувства долга. То есть все расставляется на место? Конечно, конечно. Личностные исключительно какие-то моменты. Были ли в вашей работе какие-то такие, ну, любопытные факты? Ну, например, там у нас иногда в полиции даже роды принимают. Такое бывало. Такого прямо экстраординарного пока еще не было. Не было, да? Нет. Ну и хорошо. Ваш же 24-часовой фактически рабочий день. Так уж, если честно говорить. Ну, у нас ненормированный он, скажем так. Ненормированный. Нет, мы отдыхать, конечно, успеваем. Бывает такое, что просто задерживаешься по определенным моментам. То есть... Ну, бывает же, я так понимаю, тема усиления, когда, ну, что-то, какое-то происходит. И охрана общественного порядка может быть, да. Могут какие-то выезды быть там на массовые мероприятия. То есть помощь охрана, опять же, на праздники. Ну, соответственно, у людей праздники, у нас работа. Это понятно. Еще такой вопрос, немаловажный, о безопасности работника участкового. Потому что, когда, ну, опять же, киношная история, когда происходит там задержание или еще что-то, мы видим, да, целая там бригада приезжает, а участковый, он приходит иногда, ну, например, кто-то написал, что какое-то подозрение. Он идет, сам приходит. Ведь с ним может все, что угодно произойти. Он не защищен. Теоретически все, что угодно. Ну, во-первых, мы заступаем на службу с стабильным оружием всегда. Мы не ходим без оружия. Во-вторых, есть же коллеги, которые помогают. И в паре ты с кем-то можешь вполне выехать на адрес. Мы друг друга подстраховываем, потому что это, как бы, работа не для одного в любом случае. Да, особенно если какое-то такое, ну, подозрение. Ну, ты никогда не знаешь, куда ты придешь, к кому и чем закончится твой день. К этому надо быть готовым, к этому надо привыкать и, соответственно, подстраховывать себя. Вот есть еще такое мнение, что работа участковая долго почему-то не находится на одном и том же месте. Это связано с тем, что сложная профессия, и многие не выдерживают, или это связано с тем, что слишком большая ответственность, и люди ищут себе даже вот в работе полицейского, ну, более там, спокойную работу? За всех сложно ответить, как бы, по себе могу сказать. Это сложная профессия, да, но, наверное, просто надо это уметь делать. То есть... Ну, если умеешь, получается, то... Конечно, конечно. Во-первых, вот как мы изначально говорили, вот это общение с людьми, да, не у каждого вот это есть способность именно к этому общению. То есть кому-то нужна какая-то кабинетная работа, да, кто-то там привык мыслить в тишине, спокойно сидеть, работать там, да. Кому-то у всех же разные какие-то потребности, желания. Кто-то, в принципе, пришел в полицию, но понял, что это не его, и, ну, уходит, соответственно, на какую-то другую работу. То есть текучка есть кадров, но она исключительно такая вот, именно из-за самих людей, вот, из-за их каких-то решений, которые они принимают. У участкового есть какие-то, ну, дополнительные стимулы от государства, ну, помимо зарплаты, есть что-то? Ну, у участкового положено жилье, соответственно. То есть когда он приходит на работу, жилье на участке ему положено по законодательству. Плюс это социальное обеспечение, это медицина, страховка и так далее, какие-то санаторно-курортные. Ну, как у всех сотрудников, конечно, есть какие-то льготы. У вас семья есть? Я не женат официально, но с девушкой живу. А, ну, понятно. Она довольна, что у нее муж полицейский? Да, она поддерживает меня, на самом деле. Да, у нее тоже отец, пенсионер МВД, то есть как-то она... Ну, то есть все, понятно. Она не работает в полиции? Она раньше в таможенных органах работала, сейчас уже просто... А, ну, так это удобно, полиция рядом. Евгений, мы идем к завершению. Вот самое последнее, чтобы вы, обращаясь вот к нашим зрителям, которые, ну, чего уж там греха таить, некоторые вообще не открывают никому дверь, и даже не знаю, что такое есть участковый и так далее. Не, ну, и, может быть, им это и не нужно, потому что хорошо все происходит. Но мы же не знаем, знаете, раз в году и кирпич может упасть. Вот что бы вы обратились к зрителям с точки зрения участкового, чтобы приблизить друг друга, друг другу? В первую очередь хотелось бы обратиться и сказать, ну, скорее даже попросить людей, чтобы они с пониманием относились к нашей работе, потому что в любом случае наша работа, по большей части, для них же самих. Ну, во благо. Да, конечно, во благо. Мы приходим не по своей там какой-то, не по своему желанию, мы приходим именно по служебной необходимости, именно для них же. То есть... То есть вы в помощь? Конечно. Спасибо большое. Евгений Федоров, участковый и полномоченный 2-го отдела полиции Межмуниципального управления МВД России Люберецкая, старший лейтенант, ну и надеюсь, что когда-нибудь будет генералом. Спасибо большое. Это была программа «Открытый диалог». С вами был Николай Павлененко. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова